Друзья, я не хотела делать новые видео, связанные с Трансформатором. Благо, обзоры на две его книги я сделала, и новых он еще, к счастью, написать не успел. Но недавно мне попалась на глаза книга Дональда Трампа «Как стать богатым». И я была искренне поражена тем, сколько общего у этих двух произведений. Начиная с подзаголовка «Как начать зарабатывать», «Как стать богатым», заканчивая тем, что обе эти книги были написаны не теми людьми, которые есть на обложке. Чтобы вы не решили, что я просто это придумала, пройдусь только по некоторым общим чертам. В первую очередь, темы. Темы повторяются из книги в книгу. Это отношение к своему делу и отношение к деньгам. Как подбирать сотрудников, как налаживать отношения с семьей, как одеваться, как себя вести, как бороться с конфликтами. И все эти темы в обеих книжках есть. Самое интересное, в обеих книгах прослеживается одна и та же фабула написания. То есть, есть некий тезис, либо какая-то интересная тема. Сохраняйте сосредоточенность. И далее автор приводит некие примеры из своей жизни, которые якобы должны доказать этот тезис. И ровно такая же фабула вот в этой книге. То есть, есть слова и буквально в нескольких страницах рассказывается об этой теме. Является ли книга-трансформатора плагиатом на книгу Трампа? Отвечу, как обычно, в самом конце. А пока подписывайтесь на канал и давайте смотреть. Первое, с чего начинается эта книга, это с пояснения, что сам господин Трамп эту книгу не писал. А писала его сотрудница, Мередит Макивер. А собирать материалы помогала его помощница Норма, которая уже очень много лет сидит в приемной. И поскольку господин Трамп не закрывает двери в свой кабинет, она все слышит и делает много пометок, делает протоколы и так далее, которые помогли написать это произведение. Таким образом, Трамп на первой же странице расставляет все по своим местам, что книга о его жизни, но писал ее не он сам. Что касается произведений Портнягина, то, насколько я помню, в первой книге вообще нет упоминания о какой-либо команды, которая помогала писать книгу. Во второй части он упоминает редактора, но только в самом-самом конце, будто боится, что если он скажет об этом раньше, то никто не будет читать книгу. Вернемся к книге Трампа. Что мы знаем об этом товарище? В первую очередь, это успешный американский бизнесмен, который построил самые дорогие здания в Нью-Йорке. Трамп, это нынешний президент Соединенных Штатов Америки, который известен своим дерзким публичным поведением, любовью к красивым женщинам и кучей скандалов. И как раз таки, мне кажется, Трамп это человек, который может давать мастер-классы о том, как выходить сухим из воды в случае конфликтов и скандалов. Наверное, это один из немногих американских бизнесменов, который без очень большого ущерба для себя мог делать какие-то дерзкие поступки. Обо всех перипетиях своей жизни он открыто и довольно весело рассказывает в этой книге. На самом деле, прочитав данное произведение, немножко по-другому смотришь на вот этот публичный образ и по-другому оцениваешь данного персонажа. И, наверное, одна из самых забавных вещей, которую всегда упоминают про Трампа, это его странная прическа. Один из ведущих американских телешоу сказал, что оценить прическу Трампа может только человек с образованием архитектором. Настолько сложно все там построено. На самом деле, Трамп, понимая, что к его волосам есть особый интерес, рассказывает о них в книгах и говорит о том, что «Я не понимаю, чем вам не нравится моя прическа, мне кажется, что она мне очень даже идет». Единственные шутки, которые его задевают, это подозрение, что он носит парик. И однажды даже он заявился на телешоу и дал ведущему взлохматить свои волосы для того, чтобы доказать, что все там натурально. И единственное, что, кстати, Трамп подскрывает, что он красит волосы и краска не всегда ложится идеально. Любопытно рассмотреть такой аспект жизни Дональда Трампа, как борьба с негативом. В своей книге он дает советы о том, как вести себя в условиях информационной войны, как отстоять свое честное имя. И, мне кажется, делает это довольно умело на протяжении многих лет, чтобы вы понимали, какого размера алгоритм Дональда Трампа по работе с негативом. Это пять абзацев, прочитав которые, вы с большего понимаете, как реагировать на ту или иную критику. Что же касается нашего уважаемого трансформатора, примерно половину вот этой книги он тратит на то, чтобы рассказать, как он пытался победить в информационной войне и как ему это не удалось. Поэтому, если вы хотите какие-то дельные советы от мудрого человека, то стоит посмотреть вот эту книгу. А если хотите посчитать души излияния, то вот эту. В книге Трамп очень много внимания уделяет теме образования, причем ценит он как классическое образование, поскольку все его дети выпускники университетов Лиги Плюща, так и дополнительные бизнес-литературу, классические труды по истории и психологии. К слову, даже одна из глав книги называется «Читайте Карла Юнга». Он искренне верит, что серьезные работы в сфере психологии и истории очень хорошо помогают понять то, как делать собственный бизнес. Что касается трансформатора, то здесь все просто. Мотивационные спикеры, трансформационные тренинги и, как мы помним, наш любимый островок. Все. Это и есть путь к успеху, описанный в данных произведениях. В книге есть глава, которая называется «Стиль жизни Трампа», и она рассказывает об обычной рабочей неделе Дональда Трампа. Это очень любопытно, потому что там прям подробно описывается, что он делает с утра, где он обедает, с кем он общается, на кого он накричал, с кем пообщался. Среднее время встречи – 15 минут. Среднее количество писем, на которые он отвечает в день – более 100. Гигантское количество переговоров по телефону. Но помимо этого, он находит время на то, чтобы пообщаться с семьей, он находит время на то, чтобы заглянуть на строительную площадку новых зданий, и его работоспособность действительно поражает. Мне кажется, прочитать это очень и очень интересно. К слову, он рассказывает в том числе о том, как он надевается, и говорит следующее. Я покупаю дорогие костюмы и ботинки только по той причине, что они долго не снашиваются, и это часть социального этикета. Но ставить кого-то выше или ниже себя только потому, что его одежда более дорогих марок и брендов – глупо и бесполезно. Я больше ничего не буду комментировать. В книге он подчеркивает, что в своей семье он культивирует бережное отношение к деньгам, к человеческому труду, и все его дети во время летних каникул всегда подрабатывают и ценят то, что они заработали. Для него это очень и очень важно, и он бы не считал себя достойным отцом, если бы это было иначе. В книге Трамп очень много говорит о любви к своему делу, и вот эта ежедневная работа, переговоры с подрядчиками, посещение строящихся зданий – все это доставляет ему колоссальное удовольствие. Он приводит много примеров, когда именно благодаря его ответственному отношению к делу он получал самые лакомые кусочки земли в Нью-Йорке. Ведь если вы хотите построить 30 высоток вдоль гудзона, важно, чтобы их строил человек, который не только хочет на этом заработать, но и человек, который хотел бы украсить город супер качественными строениями. И отношение Трампа уже много лет показывает, что он гордится теми зданиями, которые он строит, поэтому называет их своим именем. И здесь будет уместно сравнение с бизнесом Трансформатора, который буквально за несколько лет умудрился устать от своего бизнеса в сфере логистики, как он утверждает, и при первой же возможности спихнул его на управляющих и партнеров. И мне кажется, что в этом есть гораздо более глубокая подоплека, и вся эта история хорошо отражает отличия бизнеса в США и в России. К сожалению, довольно часто на постсоветском пространстве возникает ситуация, когда бизнес просто превращается в дойную корову для своего основателя. И мне кажется, что по этой причине в США такая богатая и большая бизнес-история с гигантскими компаниями, которые очень много лет на рынке, а в России таких компаний не так уж и много. И те, которые есть, довольно часто имеют некую государственную протекцию. Мне кажется, довольно часто отличия есть еще и в отношении собственника к своему делу. Главный совет от господина Трампа начинающим предпринимателям звучит таким образом. Делайте то, что вы любите, и делайте это каждый день с полной самоотдачей. И тогда успех не заставит себя ждать, и тогда вам никогда не будет стыдно за то, чем вы занимаетесь и что вы делаете. И если ваше дело приносит вам радость каждый день, то вы действительно счастливый человек, к коим он себя относит. И что касается главного вопроса, является ли книга трансформатора плагиатом на книгу Трампа? Мой однозначный ответ нет, но я вполне могу поверить, что эта книга была референсом к написанию биографии Портнягина, потому что размеры глав, подход к разным темам, они очень и очень похожи. Возможно, ребята просто взяли данное произведение как основу для несложной структуры биографической книги. Вот и все. Я рекомендую книгу Трампа как ненапряжное чтиво для расширения кругозора. Она довольно неплохая, в ней есть полезные мысли, но какого-то глобального прорыва от нее не ждите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, на какие книги мне еще стоит сделать обзор. Всем пока!